В Симбирской парке прошел многодневный крестный ход в честь святителя Николая Чудотворца. В день Рождества Святого на Никольской горе в рабочем поселке Сурское митрополит Симбирский Новоспаский Лонгин совершил праздничное богослужение. Участники многодневного крестного хода в честь святителя Николая Чудотворца преодолевают длительный маршрут от храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы и села Большие Ключищи до Никольской горы в рабочем поселке Сурское. Ни зной, ни ветер, ни дождь не пугают крестоходцев. Ну, бывает, погода не всегда соответствует, конечно, когда дождь, прохладно. Но ничего, все идут с молитвой, и вчера тоже был сильный дождь. Так быстро, говорят, прибежали, потому что дождик, как будто бы Господь омыл святой водичкой. Одна из остановок крестоходцев – село Большая Кандарать. Здесь они примут участие в богослужении в Богоявлянском храме и затем поушинают. Приготовление для своих братьев и сестер во Христе пищи, которая будет поддерживать физические силы во время крестного хода – особо ответственное послушание. Рационы разнообразные. Обязательно первое. С утра обязательно первое и второе. И также в сам крестный ход также отправляется еда. И плюс еще вечером мы встречаем, также заново готовим, также… ну, уже стараемся разнообразно. После ночлега крестоходцам предстоит пройти завершающий отрезок пути до Никольской горы в рабочем поселке Сурское. 11 августа, в день Рождества святителя Николая, архиепископа Мирликийских, митрополит Симбирский Инвоспасский Лонгин совершил божественную литургию в часовне святителя Николая Чудотворца на Никольской горе в рабочем поселке Сурское. В этот день на Никольской горе, которая является одним из чтимых святых мест Симбирского края, молились паломники, прибывшие на богослужение, и участники многодневного крестного хода. За 10 дней пути крестоходцы прошли около 230 километров. Среди них, как бывалые участники молитвенного шествия, так и те, кто решил принять участие в крестном ходе впервые. Могу сказать, что передать словами то, что мы здесь получили, это невозможно. Любой крестоходец поймет, о чем я говорю. Никольская гора, еще до революции, была местом паломничества в Симбирской епархии. По преданию, в 1552 году здесь была обретена икона святителя Николая Чудотворца. В советское время тысячи паломников продолжали приходить на это место и к источникам, расположенным неподалеку. В 1996 году здесь была построена часовня, в которой в дни памяти святителя Николая совершаются богослужения. Митрополит Лонгин поздравил всех собравшихся с днем памяти святителя Николая, днем его Рождества. Этот праздник был известен на Руси с 12 века, затем незаслуженно забыт. Празднование было восстановлено в Русской Православной Церкви в середине 2000-х годов. Владыка особо приветствовал участников многодневного крестного хода, для которых богослужение на Никольской горе стало завершением их молитвенного подвига. Я думаю, что каждый, кто шел этим крестным ходом, что-то доброе приобрел в своей душе и в своем сердце. Потому что труд ради Бога, труд ради угодника Божия – это то, что не остается без награды, не остается бесплодным в человеческом сердце. Для поклонения верующих на Никольскую гору была доставлена икона с частицей мощей святителя Николая Чудотворца из сихсвятского храма Ульяновска, а также ковчег с частицей мощей преподобно-исповедника Гавриила Меликесского. Для участников крестного хода и многочисленных паломников была организована трапеза из полевой кухни. Все они получили в подарок небольшие иконы святителя Николая. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.